Кировские собаки признаны самыми дрессированными в России. Накануне наша команда дрессировщиков и питомцев вернулась с соревнований в Ижевске. Там прошел ежегодный чемпионат России по собачьему двоеборью. Какой ценой далась победа, узнала Елизавета Халикова. Команды этих хрупких женщин собаки выполняют беспрекословно. Своих хозяев животное понимают не то что с полуслова, с одного жеста. В клубе служебного собаководства дамы со своими питомцами занимаются не по одному году. Регулярно выступают на различных соревнованиях. На днях и вернулись с очередной победой. Правда, на этот раз заслужить медали и звания было особенно трудно. В Ижевске проходил чемпионат всероссийский. Работает пара. Соответственно, труд получается и собаки, и дрессировщика. Дрессировщик помогает выводить собаку на определенный уровень. Обучить несложно, но здесь именно на соревнованиях такого ранга оценивается четкость выполнения нормативов. Все нечеткие движения собаки сразу штрафуются по баловой системе. Наталья со своим питомцем Ретом заняла первое место по России в личном первенстве. Такой же абсолютной победой чемпионат закончился и для всей команды Кировской области. Всего в соревнованиях по двоеборью принимали участие около 200 собак и их дрессировщиков из разных городов страны. Животным было необходимо продемонстрировать послушание, а также умение охранять. За пять лет у нас было два третьих места. Последние два года два вторых. И вот это первое место мы должны продержать ее несколько лет. У нас есть будущее. У нас есть собаки, которые готовятся. Мы посмотрели и знаем свои ошибки, которые допустили. У нас есть над чем работать. То есть у нас есть очень большой потенциал, чтобы мы добились очень хороших результатов и в дальнейшем. Тем не менее, по словам руководителя клуба служебного собаководства, дрессировка собак – это не только шанс участвовать в соревнованиях, но и возможность иметь послушного питомца. Елизавета Халикова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.